Здравствуйте, дорогие друзья! И так вот наступают те дни, которые называют Бейн Гам Царим, то есть в теснинах. Это три недели, ну, несколько такие особые, на протяжении которых мы оплативаем разрушение храма. В первую очередь, по одной простой причине, потому что написано, если поколение не видит построенного храма, значит оно виновно в его разрушении. Значит, в наше время его тоже разрушили. Вот это главная наша проблема. То есть мы с вами, оказывается, находимся в том же состоянии, когда и разрушенный храм. Начинается это все вот с 17-го Томуза, в день, когда римляне проломили городскую стену, и продолжается до 9-го ала, когда сожгли храм. Этот период начинается постом и заканчивается постом, поэтому в эти дни соблюдают особые обычаи траура, которые ужесточаются по мере приближения к 9-го алу. Сейчас мы с вами 17-го Томуза находимся и вот движемся к 9-го алу. Нет предопределенности в нехорошем, поэтому говорить сразу, что все будет плохо в эти дни нельзя. Но в эти дни больше опасности. В Талмуде сказано, что Всевышний не поражает болезнью, если сначала не создает лекарства. Поэтому давайте расскажем то, что, может быть, не все знают. Эти слова связаны с историей Пурима. Еще до того, как Аман возвысился, написано в царскую лепет, было записано, что Мардыхай спас царя от смерти. И в результате это помогло. Поэтому в еврейской традиции написано, что от любой, обязательно есть лекарство от любой болезни. Может, некоторые просто еще не знают. Любавич Иребен на одном из фарбринкенов говорил, что в священных книгах упоминается, что Всевышний всегда посылает лекарства раньше. Поэтому мы имеем с вами в теснинах вот этот 21 день траура. Следовательно, надо поискать 21 день радости, который балансирует. И вот это мы находим, где в нашей недельной главе Пинхас. Там, где посвящено жертвоприношение, написано, я быстро перечисляю, субботное сверхсубботу приношение, это первый день радости суббота. Затем мы читаем, что в сержении новомесяча, мы имеем два уже радостных дня. У нас что еще? Шаббат и Рушходыш, два дня. Затем следует Пейсах, написанный в первом месяце, в 14 день и так далее. Значит, это у нас 7 дней, ешьте апресноке. Таким образом, у нас есть уже 9 дней. Радости, так, за пределами того, что мы празднуем Пейсах 8 дней, но по Тории 7. Что наступает после поиск и Пейсах? Ашавуат, значит, согласно Тории, это тоже один день. У нас есть 10 дней праздников. Рошашана в 7 месяце, совершайте по Торе один день, это 11. 10 день 7 месяца священное собрание, это Йом-Кипур. Таким образом, у нас уже 12 радостных дней. Теперь на очереди, да, Йом-Кипур радостный день. Теперь на очереди Суккот, 7-дневный праздник, сказано в недельной главе. У нас теперь 19 дней, глава заканчивается повествованием. Восьмой день будет у вас Шмини-Ацеры, это и 7 дней Суккот, да, после 7 дней Суккот. И таким образом у нас 20 дней праздничных. Но нам-то нужно 21. Любавический Рэбе говорил, что есть еще один праздник, который не упоминается в Пятикнижной, но упоминается в Танахе. Это что, Пурим, имеем 21 день. Так что все нормально, надо только связать вот одно с другим. Вообще был великий такой, первый главный раввин земли Израиля, Раф Кук. Он печатал такой календарь, там про каждый месяц было, что есть, называется Маген-Ерахим. И написал, что он писал о Тамузе, что в период между 17-м Тамузой и 9-м Ава, вот сейчас, когда мы вступили, народ будет избавлен посредством учителей, вооруженных духовной доблестью, не нуждающихся в розысках. Шутся так это, давайте переведем. Написано, что в эти дни, особенно по Куку, что он хотел сказать словами, вот есть исторические причины, которые произошли, как это, надо это как-то решать. И он говорит, ни в коем случае в эти дни, ну если совсем прикладным образом говорить, нельзя особенно не вбить детей, не вступать в сильные конфликты, разрешая какие-то проблемы. Все должно быть только очень тихо. Это самые такие дни. В период будет избавлен народ, если будет опираться на такие вот, как бы, добрые, скажем, вещи. Недаром в законах этого периода есть особая голоха, которая говорится, нельзя бить учеников в эти дни. Такое вообще, любые силовые подходы в эти три недели усугубляют проблемы, поэтому нельзя, написано, розги там и так далее. Написано в эти дни только применять терпимость, терпение, любовь, тепло, понимание, немножко беспочвенной любви, агаватхинам. И они помогут выйти из этих дней вообще без всяких проблем. Поэтому, и вообще надо задуматься о том, что печаль эта вся, если душа печалена или встревожена, то это подходящее для времени, чтобы обратиться к Творцу с молитвой, потому что любые невзгоды, любые страдания посылаются человеку, чтобы побудить нас к молитве. Поэтому эти дни не повод для заранее предопределенного разочарования. Это повод поработать больше. Брахава от слаха всего самого лучшего.